И да, кстати, у меня есть ключ от подземелья второго уровня, но никому же не интересно, как я его получил. Всем привет, друзья, и мы продолжаем наши космические приключения. Всё с реактором хорошо, пожалуйста, успокойтесь. По вашему совету я сделал вот такую вот схему, и думаю, вы против этой схемы ничего против иметь не будете. Мы её просто включаем и смотрим, как наша энергия начинает вырабатываться. И по идее, эта схема очень хорошая и не должна меня подвести. Когда-нибудь потом мы его увеличим, но пока что отключаем, потому что он работает просто так, он никуда не подключён. Сюда всё это время я хотел подключить две вещи, либо генератор материи, либо утилизатор. Загуглил, и оказывается, генератор материи теперь работает как-то очень странно, по-другому, и нужен ещё какой-то репликатор. Короче, вся эта движуха мне вообще не нравится. Лучше поставим сюда утилизатор, будем получать утильсырьё, и с помощью этого утильсырья мы будем получать вот такие вот коробочки. Что это за коробочки, расскажу чуть позже, но пока же давайте скрафтим вот эту вещь. Крафтится, ну, ну, изи вообще. Никто вас не заставляет ждать, готово. И давайте всё это дело подключим и посмотрим, как быстро оно будет производиться. Ставим сюда, прямо за реактором, кидаем сюда землю, допустим, и побежали, включим его. Генератор вырабатывает 100 энергии, конечно, мало, но, думаю, для утилизатора будет достаточно. Ну и давайте посмотрим, что тут происходит. Процесс идёт, и мне кажется, сюда можно добавить немножко ускорителей. Но для начала телепортируемся в рандомное место, и мне надо накопать немножко всякого хлама. У меня только один вопрос. Ну чё, ты постоянно за мной ходишь? Ты же потеряешься рано или поздно. Я постоянно приказываю ему сидеть, но он всё равно ко мне телепортируется. Ну, блин, ну чё я буду делать, если ты опять сдохнешь? У него, кстати, очень мало ХП, и надо бы его немножко подкормить, и ты хочешь дверь. Угу. Я не могу заставлять его ждать, просто с руки ломаем дерево, скрафтим пару дверей, и я надеюсь, мы его вылечим хоть немножко. Деревянная дверь из ели у нас получается, и надеюсь, он такое примет, потому что вроде как он хотел чё-то другое. И да ладно, ты чё, серьёзно, что ли? Ты такая капризная, блин, он хочет какую-то другую дверь, скорее всего, из дуба. А поблизости только ели, блин, ну я, ну я не смогу его вылечить так. Окей, синяк, тебе придётся потерпеть до дома, ну а я пока что соберу цветочки, потому что они нам сегодня потребуются. И ещё у меня очень тупая проблема, ребят, подскажите в комментариях, как выключить планирование. Я его случайно включил, не знаю как, а теперь не могу выключить. Я как бы не против, с ним намного удобнее летать, искать цветочки, но это жужжание уже меня сдолбало. Оказывается, у меня есть всего лишь 64 капсулы с хладагентом, и это получается очень много ускорителей. А, блин, забыл, что крафтится по две штуки сразу, и в итоге 20 штук. Помещаем 10 ускорителей, думаю, больше не надо, и процесс заметно, блин, заметно ускоряется. Надо придумать какой-то механизм, который сам за меня будет помещать сюда землю или другие ненужные предметы. И чё-то я в механизмах вообще не шарен, но сейчас я что-нибудь обязательно придумаю. Подписчик говорит, есть два варианта, либо сундук с воронкой, либо сундук с воронкой, потому что мою систему для этой штуки я строить точно не буду. Ага, даже воронку сразу подогнал, и по идее это всё должно ставиться вот так вот. Я же, я же, я же правильно всё сделал? Вот такая вот банальная система у нас получается, она работает, да, земля тут появляется. Но смотрите, как всё это дело медленно-медленно происходит, иногда вообще не происходит. Пригласили меня тут посмотреть кое-чей дом, и начнём, пожалуй, с ферм, которые полностью автоматизированы. Ферма с деревом и ферма с тростником, блин, но обе эти фермы мне совершенно не нужны. Если что, у меня на той ферме всё ещё растёт пшеница, и её уже очень много. Совершенно непонятные мне огромные схемы, я не знаю, как он это всё сам строил, но мне реально вообще ничего не понятно. Снизу что-то делают генераторы, которые ничем не заряжены, дальше провода, 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 и ещё раз провода. А вот это уже поинтереснее, сразу три ядерных реактора, и... ух, это, думаю, жёстко. Причём он их явно умеет строить, и они у него не взрываются, в отличие от меня. Короче, эта воронка никого не устраивает, она сильно долгая, и надо заменить её на моей системе, поэтому мы сейчас крафтим какой-то изменчивый кристалл. Для этого нам потребуется вода, заряжённый кристалл истинного кварца, кварц и красная пыль. Та-дам... как бы... мгм, все понимают, что происходит. Изменчивый кристалл готов, и из этого изменчивого кристалла мы скрафтим себе шину. Но для начала надо его раздробить. В итоге нам потребуется логический процесс, а для этого нам нужен высекатель. Крафтится следующим образом. Далее нам потребуется кремниевый пресс, как я понял, его можно найти на метеоритах, но мне дал их этот чувак, я бы их сам не достал. Он говорит, что их можно найти и на земле, но в любом случае тебе огромнейшее спасибо. Засунул сюда железный блок, пошёл процесс, и... вот что мне выпало. С этой моей системой разбираться, и разбираться мы её обязательно сделаем, но не сегодня, сейчас мне надо заново пойти и накопать ещё больше ресурсов. Заправляем наш утилизатор новой порцией всякой-всячной, всякого блужника и так далее. И смотрим на то, что можно скрафтить из утиль сырья. Можно сделать много чего, но самое главное, это вот эта коробочка. Крафтим сразу много, хватает на 11 штучек, и давайте устроим небольшое открытие кейсов. Вы это тоже сейчас видели, да? Я это случайно подобрал, и... Чё это такое? И глаз не знаю, что это такое, но это определённо идёт вот сюда, вот в утиль сырьё. Ну а теперь приступаем к открытию кейсов, и может выпасть абсолютно рандомная фигня. Первый кейс земля, 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 курочка, фигня, яблоко, еда, кожа, палка, еда, фигня. На самом деле, я был уверен, что предметы будут получше этих, намного получше. Абсолютно ничего ценного мне не выпало, и... Блин, 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 как бы на этом я не хочу останавливаться. Телепортировался в рандомное место, и смотрите, что я нашёл, это же метеорит. И да, кстати, у меня есть ключ от подземелья второго уровня, но никому же не интересно, как я его получил. Конечно же, шучу, прямо сейчас перед вашими глазами фрагмент того, как мы с подписчиком и добывали этот ключик. Максим Хом, наверное, так читается твой ник, если не так, то прости, пожалуйста, тебе ещё раз огромнейшее спасибо за помощь. Ну а мы, в принципе, уже практически раскопали этот метеорит. И я не совсем понимаю, зачем он нужен, с него падает небесный камень, а из него мы можем делать ступеньки. И не только ступеньки, а ещё и пыль, и эта пыль я вообще не знаю, для чего используется. Но сейчас вообще не об этом, телепортируемся на варпшоп и обмениваем ключ на схему. Итак, очень важный момент, получаем схему ракеты третьего уровня и пойдём её активируем. С этим процессом мы уже знакомы, просто берём схему ракеты, перемещаем её сюда, разблокируем схему и готова ракета третьего уровня. Если вы вдруг забыли, то я напомню вам крафт ракеты, крафтится очень просто, ну элементарно. По идее, потребуется штук 30 сверхпрочного покрытия, и это мы можем сделать даже прямо сейчас. Потребуется сверхпрочное покрытие второго уровня и сжатый дэш, сжатая дэш, вернее, и она у нас уже тоже есть. Читеру Тома, большующее спасибо за вот такой вот подгончик, блин, чувак, я даже не представляю, как эта штука крафтится, но, наверное, очень сложно. Ещё раз тебе большое спасибо, ну а я пойду крафтить ракету третьего уровня. Тут у меня уже сжалась сталь, а теперь мы, наверное, сожмём алюминий, вот так вот. Ну а после этого берём сталь, алюминий и бронзу, и всё это сжимаем в прочный сплав, по-моему. Прошу прощения, это называется сверхпрочное покрытие. Сначала сверхпрочное покрытие мы соединяем с метеоритным железом, но потом с дэшем мы получаем новый материал. И вот то самое сверхпрочное покрытие третьего уровня. Ребята, давайте на такой прекрасной ноте будем понемножку заканчивать. Возле меня стоит парочку чуваков, и они, кажется, заснули, пока меня ожидали. Окей, не будем их будить. Если вы вдруг захотите поиграть со мной, то не забывайте, что ссылка на этот сервер есть в описании. Координаты были всё это время у вас на экране, справа вверху прибегайте, присоединяйтесь, стройтесь и так далее. Ну а я желаю вам удачи, ребят, и до новых встреч на моём канале. Всем пока. Я понимаю, что здесь какая-то задница, и причём очень большая задница. Очень много совершенно незнакомых мне предметов, и давайте-ка, наверное, всё это сделаем, но точно не сегодня и не завтра. Для начала скрафтим этот датчик и попробуем всё это дело подключить. Паукообразный шелкопряд. Спасибо тебе, конечно, большущая за такие очень странные предметы, и... Ой-ой-ой, сколько ты мне всё надавал-то. Даже дал личный сейф, но что это такое? Это из Industrial Craft 2 и... Репликатор. Я, если честно, о таком предмете вообще раньше не слышал. Вы, конечно, можете мне подсказать в комментариях, но пока что я беру этот датчик и кликаю сюда правой кнопкой мыши. Получаю датчик, и этот датчик я вставляю вот сюда, вот. Всё работает. Называемся...